Наталья Власова В зале друзья, родственники, члены Союза писателей. У каждого в руках распечатки со стихами Натальи Юрьевны. Нашлись и те, кто выучил ее произведение наизусть. Вершу свой труд сквозь толщу дней, от юных лет и до могилы, и чувствую в душе свои нечеловеческие силы. В своем творчестве Наталья Власова часто писала о доме в Харьковской области, где прошло ее детство. Стихотворение Люботинская писательница посвятила родной деревне. Его прочитала семья Исаевых. Спи, добрый родительский дом. Наступит весна, и с весной увидимся в своем состоянии. Моя мама познакомилась с Натальей на встрече представителей Союза писателей. И сегодня мы пришли всей семьей, чтобы рассказать стихотворение Люботинское. Я считаю, что стихотворения Натальи должны жить долгие-долгие годы. И такие встречи должны проходить периодически, чтобы подрастающее поколение знало и воспитывалось на таких стихотворениях. Наталья Власова проводила творческие вечера в школах. Именно там с ее работами познакомился третий классник Иван Ущенко. На чтениях он выступил со стихотворением, посвященным любимому времени года Наталье Власовой. «Стихотворение называется «Март». Я выберу, потому что оно о весне. Это очень даже важно, потому что это память человека». Кажется, не было тем, о которых Наталья Власова не писала в своих стихотворениях. За понятные и знакомые каждому образы читатели и полюбили ее творчество. «Стихи действительно жизненные. Они должны жить, потому что молодежь должна их читать и учить». Поэтические чтения стали не только данью памяти Наталье Власовой, но и позволили ближе познакомиться с творческим наследием автора.